Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня 12 июня 2024 года. Киев за три дня. Мы в курсе. Друзья мои, прежде всего хочу сказать, специально открыл окна, чтобы вы слышали, как у нас в Киеве идет дождик. Но это дождиком тяжело назвать. Это скорее такой дождяра конкретный, который уже идет много часов. Но окей, хорошо. Там даже где-то подтопило. Что вообще-то печально, но, скажем так, природа есть природа. Будем под аккомпанемент дождика рассказывать о потере путинских бандитов и террористов в Украине. Итак, друзья мои, прежде всего места, где путинцы несли потери, они те же самые, что были вчера и позавчера, и два месяца назад. То есть это под Часовьяром, даже на улицах его, под Вовчанском, Харьковская область. Кстати, тут им насыпали очень конкретно. Они полностью потеряли инициативу, под Лыбцами откатились. Вовчанские со скрипом, но отступают, несут просто сумасшедшие потери. Запорожская область более-менее статус-кво. Луганская область продолжается утилизация расшиз, этого российско-фашистского персонала. Итак, за вчерашний день, ну по делу чуть меньше, но все равно по тысячу. За вчерашний день было у Кондропуплина и отправлено курсом русского военного корабля. Прямо на палубу крейсера Москва. С подорожником на лбу, чтобы здоровье лучше было, как говорил Кобзон. Да, лечитесь подорожником. 980 путинских вооруженных гельминтов и общее количество террасов, которые пришли в Украину с оружием убивать женщин и детей. Но что-то у них не вышло. Составляет 521 830 голов. Вот так вот, да, не слабо. 9 танков отправлено в утиль серьезно. Вчерашний день, 7911. Начиналось путинское вторжение с 1250 танков. Они громко лязгали гусеницами и ехали по направлению Киеву. Ехали, ехали и сгинули. Нема этих танков вместе с танкистами. Уже Путин призвал совершенно других дураков на войну в Украине. И сейчас уже производится утилизация следующих, следующих, следующих. Путин утилизирует свою армию. 11 бронемашин за вчерашний день у Путина, как корова языком, как говорится, слезала. 15 187. Нормально так с начала российско-фашистского вторжения. И великолепнейший результат по, конечно же, пушечкам. 46 единиц ствольной артиллерии. Самоходной, несамоходной, отминусованной у российской армии за сутки. 13 736. Огромные цифры. Это даже назвать сложно. Но Путину все ни почем. Он ходит на убой чмобиков. Он гробит свою технику. На дно России хочет как можно больше, как говорится, задонатить. Вать туда своих этих чмобиков, своих этих контрактников и прочую нечисть. Два средства ПВО. Один из них Панцирес. Второй Бук-2М2. Чуть не сказал два. Нет. Бук-2М2. Красиво его шлепнули на тралии. Я надеюсь, все видели это видео. Замечательное, когда дрон Switchblade 600 подлетел к нему. Причем такие пируэты в воздухе я выписывал. Просто было любо-дорого глядеть. Я, честно говоря, думал, что Switchblade давно в прошлом, это американские дроны. Мы их использовали, когда у нас еще не было своих, своего производства. Сейчас у нас свое производство такое не в рогу, да? То, что надо. Вот. И как бы я думал, что в американских дронах необходимость отпала. Но они есть, есть, да. И вот вчера как раз вот Switchblade, да, личенька от линии фронта. Кондропупнул этот, российский Бук. Только цурки с него полетели. Прицеп, на котором он ехал, сгорел тоже. Замечательно. Туда ему дорога. Самолеты, вертолеты, позавчерашние цифры 359, 326 и 19 беспилотников вчера шлепнули. 11 042 всего. Вчера же было сбито две крылатые ракеты. Ну, сегодняшняя, вы прекрасно понимаете, сегодняшний налет туда не вошел. Еще раз говорю, очень были, да, 2280 всего. По крылатым ракетам, точнее, по их бомбовозам, я уже рассказывал, в принципе, целый ролик на эту тему записал. Смотрите, сейчас при налетах российско-фашистских. Один бомбовоз, одна ракета. То есть, бомбовозы ими доведены до такого состояния, что ни о каких больших пусках речь не идет. Просто потому, что они развалятся в воздухе. Ту-95М. Очень старые пепелацы. Очень, просто, очень старые. И путинцы боятся возить на них огромное количество вооружения. То есть, прицепили одну ракетку, этот бомбовоз полетел, эту ракету запустил. И, попукивая, как говорится, возвращается куда-то там назад, в тех хляби, в ту грязь, откуда он прилетел. Вот, собственно говоря, и вся их великая, могучая Россиюшка. Нет у вас больше бомбовозов. Те, которые есть, ресурс давным-давно исчерпали вместе с Путиным. Сдавайте всех, уйдем сырье. 60 грузовичков за вчерашний день крякалось у расистов. Хороший результат, так держать. 18 736 с начала войны. И 2 единицы спецтехники. Но все же лучше, чем ничего. Спецтехнику. Мы уничтожали, уничтожаем, будем уничтожать. Это всякие там радиостанции и так далее, и так далее. Кстати, очень спалили красиво пункт связи «Ливень» в Московской области. Не знаю, входит он сюда, не входит. Может и входит. Это все равно боевые потери. И это нанесли наши партизаны от Эш. Кстати, сегодня будет еще бабовночка неплохая под услугой в Ленинградской области, где ковырнули цистерны с ЖД Путиным. Но это немножечко позже. А пока что мы видим, что потери путинской армии и ее неприятности в Украине только растут. Если они сейчас не сделают ноги с Украины, то делать будет уже нечего. Ни ручек, ни ножек. Спасибо.